Тем временем автоинспекторы сегодня освобождали бесплатные парковки для инвалидов. На них привыкли ставить машины вполне здоровые автомобилисты, поэтому люди с ограниченными возможностями вынуждены парковаться в других местах. Хотя все должно быть абсолютно наоборот. Восстанавливать справедливость специально направили 6 экипажей ДПС. Работы у полицейских оказалось много. Освободившееся парковочное место моментально занимали. Павел Тюнов пообщался с теми, кто не обращает внимания ни на дорожные знаки, ни на самих инвалидов. Если забрал место инвалида, будь готов забрать и его болезни. Под таким девизом автоинспекторы сегодня освобождали парковки для людей с ограниченными возможностями, на которых обосновались водители, которые на здоровье не жалуются. Больше негде вставать здесь. Я приезжаю в 8 утра, уже все занято. Я пока ни разу не сталкивался с такой ситуацией, что подъезжал инвалид и я стоял на его месте. Некоторые даже не знают, что за такую парковку положен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Но чтобы наказать всех нарушителей, у полицейских не хватит протоколов. Почти все места для автолюбителей-инвалидов уже заняты. Выделены специально 6 экипажей отдельного батальона, ну и также экипажи ДПС строевых подразделений, полков, которые работают на основных постах и маршрута патрулированных, будут отрабатывать те места, которые вблизи их поста находятся. Полицейские говорят, цель рейда не собрать рекордные штрафы, а создать резонанс, восстановить, так сказать, социальную справедливость. Автовладельцы возмущены. На моем месте нынче стоит автомобиль марки Nissan X-Trail с номерами TU-08954. Без проблем человек стоит. Если у нас какие-то культурные мероприятия, это все объясняется, я за. Но если за это культурное мероприятие мне сейчас напишут штраф бессмысленный, это уже плохо. На вопрос, где в это время парковаться инвалидом, водители только разводят руками. Мол, а кому сейчас легко? Между тем, в непростое положение людей с ограниченными возможностями ставят и чиновники, которые об этих горожанах почему-то забывают. На каждой парковке по федеральному закону не менее 10% мест должно быть выделено для стоянки инвалидов. Но не везде это правило соблюдаются. Например, здесь, в центре города, посередине Красного проспекта, есть 6 таких парковочных мест. Но они не выделены ни знаками, ни разметкой. По словам общественников, таких парковок в городе десятки. ГАИ там вынесет представление мэрии, или мы еще обратимся к новому прокурору, с тем, чтобы они провели работу мэрии по соблюдению требований ГОСТов. С разметкой вообще у нас в Новосибирске, как вы видите, в этом году очень плохо. В мае месяц разметки практически во всем городе нет. Нарушителей, которых не удалось застать на месте, полицейским наказать не удалось. В будущем автоинспекторы обещают им присылать штрафы по почте. Павел Теунов, Алексей Андробаев, Новости РНТВ, Новосибирск.